Молодёжь, которая родилась, что называется, с гаджетами в руках, оказывается, переживания есть, переживания довольно сильные, и очного, нормального, человеческого, тёплого, живого общения тоже не хватает. Вот, кстати, про очное, тёплое, живое общение. Вот, пожалуйста, друзья. Телефоны взрываются сразу? Нет, ну, не взрываются, я просто попытаюсь их сейчас взорвать. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Друзья, наверняка у вас есть знакомые, какие-то, у которых есть дети. Ваши дети, дети знакомых, да, вы сами, в конце концов, вернулись в школу за партой. Звоните, да, расскажите о своих впечатлениях, потому что, если не ошибаюсь, с этой недели, а конкретно со вчерашнего дня, занятия очные, то есть в школах, осуществляются в 55 самоуправлениях страны. Достаточно солидное количество. Да, более чем в четырёх городах Венсполсе, Лепе, Валмире и Елгове, да, абсолютно полностью это обучение очно. А в Риге? То есть в Риге нет, в Риге сейчас, а в остальных регионах только два дня могут очно обучаться, и при этом там, ну, соблюдая, конечно, все меры предосторожности, всё дистанцирование, маски. Но ведь есть большое количество предметов, где всё-таки вот это какое-то очное присутствие, вернее, ну, вот какое-то физическое присутствие, это уроки, ну, ладно, физкультуры, труда там, это одно дело, но есть и физико-химия, где какие-то устраиваются опыты, там, лабораторные занятия, вот это же тоже. А тут всё не так просто. Сейчас в тех самоуправлениях, где эпидемиологический уровень не позволяет осуществлять полностью очное обучение, очно, ну, двенадцатиклассники проходят только экзаменационные предметы, то есть это латышский, это английский, это математика и, ну, возможно, очная персональная консультация по желанию, по договорённости с учителем, но в целом вот только эти два дня только на самое такое важное, чтобы очно подготовиться, потому что дистанционка, конечно, в многих посеяла зёрна лени, зачастую стали гораздо меньше делать, меньше заниматься, меньше мотивация, конечно, потому что одно дело, когда ты лежишь дома, там, условно, в кровати и смотришь на монитор учителя, хорошо, если там какие-то пару заданий выполнишь, а в школе это уже, ну, как-то серьёзнее, солидная ответственность ощущается перед учителем, там, ну, начинают активнее работать дети. Ну, и, наверное, учителю легче контролировать всё-таки класс, когда, ну, всё-таки он мониторит взгляды, он понимает, где кто халтурит, где кто там, скажем, ну, слушает в полуха, он всегда может там, типа, там, Иванов, там, что-то, повернись, не болтай, там, ну, каким-то образом регулировать. Ну, конечно, ну, это же намного лучше, круче, это приятнее гораздо, когда ты что-то делаешь, и сразу видишь вот эту взаимосвязь, какой-то фидбэк от учителя, от своих одноклассников, как ты начинаешь вовлекаться в этот процесс, то есть, если кто-то там не делал, потому что им просто неинтересно, то тут все делают, и я тоже, и я хочу ответить, и я хочу поговорить. Так что в этом плане это очень здорово, особенно учитывая. Ну, в зуме это перебивать тоже можно, так же, как сейчас мы за столом сидим, вкидываем какие-то обрывки мысли друг к другу, почему нет, просто другой формат, он, да, непривычный, и за год, может быть, привычным он и не стал, а даже не может быть, а скорее всего он не стал. И речь идет, вот вы пока рассуждали о том, как школьники, возможно, могли облениться и запустить некоторые занятия, ну да, безусловно, так как отсутствие практики этого опыта не выработалось еще вот той ответственности нужной и должной, но, возможно, как коллективный иммунитет она появится уже в следующем году, потому что я сильно сомневаюсь, ну, честно, будем откровенны, пандемия отразится на исключительно всех сферах нашей жизни. И образование на одном из первых, и частичная удаленка обязательно сохранится. Вузы практически все в один голос говорят, что да, эта модель та, которую мы будем реализовывать не только во время пандемии, но и после нее, и, скорее всего, это будет и в школах. Все, что можно будет перевести на удаленку, ну, какие-то, возможно, мелочи, они будут на удаленке, хорошо, не со следующего года, через два, через три, через пять лет, но это обязательно будет, и к этому морально и технологически готовиться нужно и на уровне семей, и на уровне государства. Опять же, ну, откровенно говоря, как готовится государство к этим вещам, все мы были свидетелем за последний год, поэтому, ну, в силу возможностей, в том числе и материальных, семьям лучше как-то подстраховаться и держать в уме. Ну, как там, в школе когда-то говорили, два пишем, три в уме. Ну, условно, вот на таком уровне. Вряд ли кто-то сильно кинется помогать и прям обеспечивать материально и технически, и технологически. Вакцинация, тоже говорят, это не будет панацеей, и, скорее всего, даже в следующем году действительно вот это удаленное обучение может сохраниться, потому что, ну, какие-то самые пессимистичные прогнозы говорят о том, что, к сожалению, вот могут появиться новые версии вируса, могут появиться какие-то, но вот другие проблемы, которые сделают невозможным очное обучение. И, возвращаясь ко всем этим кругу вопросов, конечно, интересно мнение причастных и самих школьников, и учителей, и родителей, и руководителей учебных заведений. Сейчас параллельно нашей беседе мы будем связываться с директором одной из рижских школ, а именно Ринужской средней, Денисом Клюкиным, который мне тоже вот интересно мнение профессионала, а конкретно Денису я очень доверяю, потому что не единожды общался, вот то, что я сказал об ответственности школьников с точки зрения директора школы, я бы очень хотел услышать его мнение на эту тему. Да, но мы будем дозваниваться до него, я понимаю. Обязательно, обязательно, да. Пока продолжим говорить между собой, можем напомнить, конечно, телефоны прямого эфира 67212939, 67213939, звоните, пишите нам также на WhatsApp, с удовольствием выслушаем и прочтем, там номер 206191. Ну или, как я говорю, 2-3-0-6-1-9-1. Да, пока мы дозваниваемся с Денисом Клюкиным, директором Рижской и Ринужской средней школы, чтобы узнать, как обстоят дела в этом учебном заведении, может быть, несколько еще слов попросим Маргариту рассказать, вот встреча на Эльбе, условно говоря, одноклассников. Ну да, я как ученица 12 класса, безумно было здорово. На прошлой неделе впервые видели одноклассников, после октября, когда все было переведено на удаленку, то есть вот полгода буквально никого не видели, очень здорово. Я никогда не думала, что мне так понравится вернуться в школу, вот я шла туда, как будто на 1 сентября, то есть такой небольшой мандраж и волнение, что вау, я всех увижу, как классно. Была очень рада видеть учителей. Учителя, прям как они работали. У нас, вот еще интересный момент, у нас сменилась учительница одного из предметов экзаменационных во время дистанционки, и она ни разу не видела класс. То есть все были в зуме, а там, ну, понятно, камера тоже включает далеко не все. Ну, как-то неудобно, некомфортно, вдруг там свет не так падает, а вдруг там как-то не так выгляжу. И это был первый раз, когда она увидела воочию всех учащихся. Тоже очень крутые эмоции, но не могу сказать, что все прямо так светились, радовались и бежали обниматься, целоваться, тем более, что по идеологическим ограничениям этого делать нельзя. Ну, воздушные поцелуи друг другу передавали. Нет, эмоции исключительно положительные. У нас, между тем, есть возможность услышать Дениса Клюкина, директора. А увидеть? Мы же дозванивались на него. А, подожди. Зум. Секундочку. Зум, 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 зум. Конечно. Так вы же говорите, что зум. А я думал, у нас все в системе указано. Нет, у нас здесь, ну, он есть у нас на аудиосвязи. Ну, на всякий случай, да. Давайте попробуем зум. А про вот этот первый раз увидела класс, мне сразу вспоминается, как я перешел в другую школу. Или у нас уже есть Денис, и мне не нужно рассказывать историю своего детства. Можно рассказать. Можно рассказать историю. Денис наверняка нас слушает в эфире. Денис, подключайтесь, пожалуйста. Мы со своей стороны делаем все возможное. Так вот, я перевелся в другую школу, и так совпало, что это Маргарита наша на двоих школа. И учитель русской словесности, весьма своеобразная дама, весь первый урок пыталась вызвать к доске некого Орлова, показывая на меня пальцем. А я же точно знаю, что я не Орлов. Поэтому не реагировал. А учитель, ну, как-то завелась уже, местами пятнами пошла от гнева, мол, почему Орлов не реагирует. А потом выяснил, ой, говорит, ой, у меня же на этом месте в другом классе сидит Орлов. Потому что, ну, это же очень важно, действительно, прийти в класс, впервые увидеть детей, понять, где они сидят, их место и физически, и в журнале, и так далее. Денис Клюкин с нами уже на связи по Зуму, директор Рижской и Ринужской средней школы. Денис, доброе утро. Доброе утро. Да, таких мы обсуждаем детей, которые возвращаются в школы, которые соскучились, и разницу между вот этим очным и удаленным обучением, и несколько нюансов, которые всплыли во время нашей беседы, это, как ни странно, опыты точных предметов, вот физика и химия. Как последний год вообще осуществляются эти опыты? Лабораторные занятия. Я могу говорить конкретно про нашу школу. В нашей школе именно учителя, естественно, научного цикла, учителя химии, учителя физики, все удаленные занятия проводили из своих кабинетов. Именно и опыты они проводили в лабораторных условиях своих кабинетов, поэтому удаленно дети могли видеть посредством камер, как это все происходит. Когда разрешили индивидуальные консультации по предметам, дети полностью заполнили весь график индивидуальных консультаций по этим предметам очно. Поэтому, в принципе, все было live, все было в хороших лабораторных условиях, единственное, дети сами не могли это осуществить физически. Хорошо, успокоили некоторым образом. И еще один нюанс, опять же, вот он появился во время разговора, специально не готовились. Это определенная ленность со стороны школьников, расслабление, которую, возможно, кому-то дал Zoom, удаленное обучение. В этом плане минувший учебный год, насколько потерян для детей, насколько они расслабились, насколько не хватает вот этой сосредоточенности и понимания того, что лениться все-таки нельзя. Удаленка – это не повод для расслабления. Ну, в этой ситуации надо разделять группы классов, да, надо разделять начальную школу, основную школу, среднюю школу, потому что эффект везде разный. Плюс надо не только видеть негативное в этом, но и позитивное. Говоря о ленности, да, конечно, в особенности, если говорить про учеников средней школы или второго этапа основной школы, конечно, они вываливаются из кровати и в максимально расслабленном виде вкатываются в уроки, а иногда и просыпают их в прямом эфире. Начальная школа, особенности ранние этапы начальной школы, да, там все в порядке, дети учатся, дети учатся системно и никаким образом не пытаются проигнорировать, отлынуть от уроков. Но есть и плюс, потому что, согласно целому ряду исследований, в особенности в средней школе, то есть, ну, постпубертатный период, там, начиная с 14 лет, детям надо начинать учиться как можно позже, потому что они утром в силу какой-то своей физиологии плохо воспринимают информацию. И поэтому то, что дети старшей школы вкатываются в урок прямо с кровати, иногда даже плюс, потому что они его лучше усваивают. Неожиданно. А у меня такой вопрос, вот что делать с социализацией? Все-таки ведь школа, это не только получение знаний, но это перемены, на которых дети учатся дружить, враждовать, не знаю, там, дерутся, мирятся, делятся бутербродами, списывают друг у друга задания. Вот эта социализация детей, которая сейчас вот полностью исчезла, это вот, ну, является какой-то проблемой, угрозой? Это является огромной проблемой и проблемой не для тех детей, которые уже знают, как это, а проблемой для тех детей, которые только пришли в школу и для которых школа является тем местом, где они только учатся взаимодействовать с другими детьми, да, то есть, может быть, они уже отходили в садик, но в школе это немножко другой объем и более свободная среда. И, конечно, для учеников начальной школы это большая проблема. Ученики старших классов, они даже первое время, когда началось удаленное обучение, они пытались создать, ну, некую замену различным видам социализации онлайн. Да, не просто те чатики, которыми они пользуются каждодневно, но они пытались сделать и отдельные какие-то комнаты, которые бы дублировали функцию вот этой школьной социализации, но это постепенно потом затихло, да. И, ну, для старшей школы все проще, после уроков они могут встретиться, они проводят время до позднего вечера и, в принципе, это, конечно, компенсирует каким-то образом. Но начальная школа, дети просто не научились, они не видели других детей. Вот у меня такой вопрос насчет возвращения к очному обучению, которое началось с 7 апреля. Как это восприняли учителя, то есть и вообще, ну, администрация школы? Насколько это, ну, позитивно сказалось на отношениях между детьми, между учителями и детьми и вообще на процессе образования? Первые уроки у нас состоялись 8 апреля, и такого хорошего настроения в школе среди тех людей, кто находился в нашем здании, я не видел никогда в жизни, и это была какая-то эйфория, абсолютная эйфория. Потому что дети, да, дети соскучились, дети пришли, но коллеги, коллеги улыбались, пытались максимально подарить свою любовь всем окружающим. Поэтому атмосфера и радость всего этого была вне всяких границ. Ну, дети, само собой, наши дети, истосковались, пришли, учились, уже начали прогуливать, уже начали друг на другом шутить и посылать друг друга, например, в кабинет директора и еще какие-то такие практические пранки делать. То есть дети максимально используют возможность вернуться в школу. А как в этом году будут организованы выпускные экзамены? Можно ли рассчитывать, что они будут очные или на всякий случай вы подстрахуетесь и все-таки удален на Zoom? Ну, я не думаю, что удален на Zoom. На данный момент нам, конечно, каждый раз говорят, вот будет так, но все может поменяться. Нет, выпускные экзамены планируются все-таки в очном формате. До них еще месяц. Поэтому я думаю, что они вполне, они пройдут, как они прошли в прошлом году, в очном формате с повышенными мерами предосторожности. Дети 12-классники уже в школе, поэтому я не вижу других каких-то ограничений. А вот, например, мы говорили про лабораторные занятия, а, например, предметы такие, как хоровое пение или физкультура, вот они, как сейчас, вот, которые требуют тоже физического, вроде бы, присутствия детей? 12-е классы, разрешено обучение 12-м классом только по предметам, по которым проводятся централизованные экзамены. Следовательно, ну, если мы говорим про нашу школу, то это латышский, английский, математика, тут нет хорового пения, и предметы, естественно, научного цикла, да. Поэтому, если мы говорим про спорт и про музыку, эти предметы просто не происходят. Но, начиная с этой недели, начались занятия образования по интересам на открытом воздухе. И группы по 10 человек будут заниматься на открытом воздухе, тем же спортом. Я не могу сейчас еще прокомментировать занятия хора, не видел, но мы максимально будем использовать все возможности, и на открытом воздухе будем заниматься именно в рамках кружков этими направлениями. А вот, учитывая опыт этих двух-полутора лет дистанционного обучения, как вам кажется, может ли местами такой формат быть более эффективным и целесообразным, чем очное? И в будущем, когда уже пандемия пройдет, ну, мы все надеемся, когда коронавирус отступит, стоит ли вводить какие-то, возможно, гибридные формы обучения? То есть, ну, скажем, несколько дней в неделю очно, несколько удаленно. Возможно ли это, и будет ли это полезно? Если мы говорим в целом о системе, то нет. Потому что самая большая проблема удаленного обучения за это время было то, что немотивированные или слабо мотивированные ученики стали еще менее мотивированы. Но когда мы говорим о работе с талантливыми учениками, когда мы говорим о каких-то, ну, например, если мы будем говорить о госгимназиях, где высокомотивированные ученики учатся, скорее всего, там гибридные методы будут достаточно эффективны, потому что там ученики заинтересованы. Здесь необходимо сейчас достаточно глубоко это еще проанализировать и исследовать, потому что есть люди, которые считают, что сейчас появится золотое поколение, которое, познав вот это удаленное, полностью связанное с IT обучение, станут гораздо более вовлеченными в образовательный процесс и использовать будут более широко все возможности современных технологий. С другой стороны, параллельно с вот этими детьми, я предполагаю, появится не менее, а то и гораздо более обширное количество детей, которые выпадут из нормального восприятия учебного процесса из-за того, что они год сидели перед пластмасской, смотрели в нее и не понимали. Помимо выпускных экзаменов 12 классов, сейчас начались диагностические работы в 9 классах. Я их посещал, и я был неприятно удивлен тем, что даже условные отличники общаются с учителями в такие стрессовые моменты в состоянии достаточно сильной апатии. Я этого очень сильно боюсь, потому что есть меньшинство, самое сильное, но меньшинство, которым удаленка дала какие-то преимущества, но есть очень большой процент детей, которые, видя перед собой пластмаску, не видя перед собой живого учителя, не видя рядом коллег учащихся, которые также стимулируют к учебе, они потеряли или их интерес к учебе уменьшился. Ну, я считаю, что обязательно об этом нужно будет как-нибудь позже поговорить. Это такая тема большая. После пандемии мы вернемся, и эти дети могут ли вернуться в нормальный ритм учебы, или все-таки не только этот год будет потерян, но и частично, господи, поколение будет как-то потеряно. Но сейчас, к сожалению, время нас поджимает. Огромное спасибо. Спасибо вам, Денис. Денис Клюкин был с нами на связи, директор Рижской, Рижской средней школы. Хорошего дня, удачной подготовки к экзаменам, ну и уроков хорового пения, специальное, видимо, пожелание от коллеги Олега Пеки. Хорошего дня, Денис, до свидания. Продолжение следует...